Продолжаем информационный день на ЮЭТВ. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Россия увеличивает военное присутствие возле границ с Украиной. Развернула около 50 тысяч своих солдат, готовых к наступлению. Также тысячи единиц боевой техники. В частности, танки, броневики, арт-системы, самолеты и корабли, заявил президент Петр Порошенко на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ. Опасается, Кремль может атаковать Украину также из Приднестровья. Сначала вооруженной агрессии в зоне АТО погибли 2608 украинских бойцов. На юго-востоке Украины, Донбассе, Россия сформировала два армейских корпуса, в состав которых входит шесть механизированных бригад, одна пехотная, три полка, две артиллерийские бригады и другие подразделения. При этом управление, комплектование и обеспечение этих войск осуществляет именно страна-агрессор. Дополнительно в состав этой группировки привлечены регулярные подразделения вооруженных сил России. Сейчас это примерно 3,5 тысячи человек. Российский военный контингент в Приднестровском районе Молдовы также может в любое время быть использован для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам. Несмотря на то, что он не такой многочисленный в качестве дополнительной силы, вместе с более 20 тысячами военных, которые находятся в Крыму, способен создать дополнительные проблемы. В зоне АТО без потерь. Один украинский боец ранен в эти сутки возле Донецкого аэропорта. Боевики бьют по всем направлениям. На Луганском сосредоточились в районах Попасной и станице Луганской. Применяли в основном легкое вооружение, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александра Матузянек. Самым сложным участком остается Донецкое направление. В частности, Авдеевка и соседние села. Больше всего досталось Каменке. Там минометы и гранатометы пророссийских сил не умолкали до позднего вечера. Выпустили более полутора сотен мин. Кроме того, боевики подключили танки. Всего за сутки почти 60 раз нарушили режим тишины. Больше всего обстрелов при Азовье. Мариупольское направление. За исключением нарушения тишины врагом в Тарамчуке и СБМП, боевые действия на этом направлении велись исключительно на Приморском участке фронта от Павлополя до Широкина. Там боевики открывали огонь из легкого вооружения круглосуточно. Тяжелое вооружение, а именно минометы 82-го калибра, противник использовал только в Водином и Широкино. Прекратить репрессии в оккупированном Крыму с таким требованием к России обратились в МИД Украины. Из-за усиления политических преследований на полуострове накануне в Симферополе были задержаны и арестованы 11 крымских татар. Силовики пришли с обыском в дом Марлена Мустафаева. Самого крымчанина отвезли в Центр по противодействию экстремизму. Суд дал ему 11 суток админареста. Обвинили в пропаганде экстремистской символики. Десятерых активистов взяли под стражу на пять суток за то, что пришли поддержать Мустафаева под его дом. Российские оккупационные структуры шаг за шагом просто очищают крымское общество от людей, которые в самой маленькой форме хотя бы посредственно показывают, что у них есть свои взгляды, свои мысли о том, что происходит. Вот теперь они уже дошли до блогеров и тех, кто более или менее заметен в социальных сетях. Марлен Мустафаев – это человек, который комментирует все события, которые там происходят, с довольно объективных и аполитичных позиций. Но и такие люди для оккупационных властей являются опасными. Во время мирных акций к третьей годовщине революции достоинства в Киеве готовились применить боевое оружие. Преступление предупредила служба безопасности Украины. В подготовке провокации возможный пророссийский след СБУ задержало военного контрактника, который купил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку и собирался привезти оружие в столицу. По данным СБУ, злоумышленник сознался, поддерживая создание фейковых псевдогосударственных образований. Военная прокуратура открыла уголовное производство. Прихоти злоумышленника не ограничивались автоматами и снайперской винтовкой. В его планах также было приобрести бесшумные снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы российского производства. Хочу подчеркнуть, что злоумышленник хотел получить это оружие до 20-го числа. Он планировал закупать оружие десятками единиц, автоматы и винтовки. Злоумышленник планировал переправить в Киев и применить во время мирных акций в течение 20-22 февраля. Он был задержан во время контрольной закупки оперативниками военной контрразведки СБУ. Украинские предприниматели присоединились к европейской программе поддержки малого и среднего бизнеса. Верховная Рада Украины ратифицировала бизнес-соглашение с Евросоюзом. Общий бюджет 2,3 млрд евро. Инициатива направлена на обмен опытом, повышение деловой активности и расширение торгово-экономических связей. В парламенте считают, участие в программе будет способствовать выходу украинской продукции на рынки ЕС и привлечению иностранных инвестиций. Косми – это набор тематических проектов и программ на период с 2014 по 2020 год. Присоединение к этой инициативе открывает украинским предпринимателям доступ к трем компонентам программы. Улучшение условий доступа предприятий на рынке сбыта, улучшение функционирования украинского бизнеса и приведение его к европейским стандартам. Революция достоинства глазами кинематографистов. Цикл документальных фильмов «Зима», которая нас изменила, еще в 2014-м впечатлил украинского и иностранного зрителя. Спустя три года интерес к фильмам не угас. По мнению авторов, сегодня на эти события стоит посмотреть под другим углом. Что такое настоящая самооборона, взялись объяснить режиссеры Константин Кляцкин и Мария Пономарева. Их фильм об отважных майдановцах раскрывает характеры и судьбы. «Самооборона» – один из семи документальных кинолент о революции достоинства. Тогда группа молодых украинских кинематографистов каждый день работала на Майдане. Через несколько месяцев презентовали настоящую кинолетопись. Летопись, на мой взгляд, она не политизирована. То есть они пытались снимать это, у них получалось, мне кажется, объективно. Цикл документальных фильмов «Зима», которая нас изменила, посвящен самым ярким событиям, произошедшим за время Евромайдана. Естественно, меня эти события волнуют, и я вновь переживаю все то, что есть. Ну, вообще, подход правильный, и жизнь на Майдане реально отражена. Презентация киноциклов США вызвала шок у заокеанских зрителей. Во время горячих событий на Майдане материалы украинских СМИ для них были недоступны. Кинолетопись о революционной зиме позволила иностранным зрителям сложить пазлы о ситуации в Украине. Права берут! Права не дают! Права берут! Права не дают! Это действительно та зима, которая многое изменила в нашей украинской жизни. Хотя сегодня, конечно, в сегодняшней колокольне мы понимаем, что далеко не все изменило. Ну, так не бывает в истории, чтобы вот за 2-3 года все изменилось. Это мое личное мнение, что впереди еще не один Майдан, чтобы то, о чем ребята мечтали тогда, все-таки на Украине осуществилось. Спасибо за интерес к Украине. Продолжаем следить за тем, что происходит вокруг.